Боевые действия, которые продолжались 10 лет и унесли жизни 15 тысяч наших соотечественников, оказались самым трудным военным испытанием для нашей страны со времен Великой Отечественной войны, вспоминает генерал-лейтенант Анатолий Шиповалов. Легендарный комдив во время военного конфликта в Афганистане командовал 201-й краснознаменной Гатчинской мотострелковой дивизии. За три года прошел с боями север и северо-восток Афгана. В труднейшей обстановке добывался побед и захоронял личный состав. Награжден двумя орденами Красного Знамени и двумя орденами Красной Звезды. Рассказывает, к войне привыкаешь. Боевой долг необходимо выполнять каждый день. Неоценимую помощь, вспоминает генерал-лейтенант, бойцам оказывали медицинские сестры. Так вот, девчонки там, которые воевали, я вам скажу, молодцы, в основном это медицинские сестры, вот я им поклоняюсь, а она проголубит его, поговорит ласково, он не кричит спокойно, и живой остается. Понимаете, женское сердце, ласка. Дата памяти воинов-интернационалистов выбрана не случайно. 15 февраля 1989 года последние колонны советских войск перешли реку Амударью и окончательно покинули территорию Афганистана. В Самаре ветераны-афганцы традиционно 15 февраля собираются на площади памяти, чтобы вспомнить свою нелегкую службу, сослуживцев-однополчан, помянуть боевых товарищей, не вернувшихся с поля боя. В торжественной церемонии в изложении цветов вместе с ветеранами приняли участие губернатор региона Дмитрий Азаров, глава города Елена Лапушкина, представители общественных организаций и юнормейцы. На Самарской земле всегда чтут и помнят героев, всегда верны своему отечеству. Я отдельно хочу поблагодарить ветеранские организации матерей, которые сегодня поддерживают, помогают добрым словом и реальными делами семьям военнослужащих, которые потеряли своих близких. Сегодня военным-афганцам помогают многие, причем бескорыстно, активно поддерживают ветеранов и представители казачьего общества. Всем ветеранам большой, низкий до земли поклон от всех казаков, от всех ветеранов, тех, кто членов их семей, от всех нас, и, конечно же, пожелания крепкого здоровья. В День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, принято вспоминать не только ветеранов войны в Афганистане. Полтора миллиона наших соотечественников приняли участие более чем в 30 вооруженных конфликтах. 25 тысяч российских военных отдали свои жизни, исполняя служебный долг в различных точках земного шара. В Корее, Вьетнаме, Сирии и Египте, Мозамбике и Анголе. Ольга Павло, Николай Епифанов, События.